Всем привет! Вышли с детьми, сходили сейчас в банкомат, сняли деньги. Идём покупать билеты в цирк. Нам цирк приезжает на следующей неделе. Вот, хотим сходить в цирк. Лера уже ходила в цирк, когда маленькая была, но она не очень. Помнит, ей годика два было. Арсений и Данила в цирк ещё не ходили. Для них это первый поход будет. Вот, пойдём сходим. Посмотрим, что там такое за цирк. Там мотоциклы должны быть. Как раз ребятам это интересно. Они любят. Спасибо, Данька. Вот. Сегодня погода получше, чем вчера уже. Тучек нету. Но ветер. Будь здоров. Ветер сегодня такой прохладный. А так солнышко светит. Думаю, должно быть в течение дня получше. Погода наладится. А завтра ещё, обещаю, теплее. Ну вот. Купим сейчас билетики. Потом расскажем вам, что там такое за цирк. И где мы билеты купили. Дальше города. Это у нас тут стадион. Возможно. Вот такая вот у нас аллейка. А там вот за деревьями уже стоит. Продают билетики для цирка. Четвёртого числа вроде бы цирк приезжает, если я не ошибаюсь. Вот. Пойдём на четвёртое число. Давайте купим билеты. Там как раз удачная такая акция. Покупаешь три билета. Четвёртый билет в подарок. Как раз вот для нашей компании. Вон там стоит... А! Уже даже шатёр поставили. Уже как-то они быстро. Буквально ещё день назад мы ездили. Не было ничего. А уже всё стоит. Посмотрим, сходим в цирк. Потому что когда Лера ходила первый раз в цирк, годика-два ей было, она испугалась клоуна. Поэтому сейчас будем выбирать места. Все они с Данилой хотят поближе, а Лера хочет подальше. Ну посмотрим. Может быть, чтобы не было никаких нюансов, возьмём где-нибудь серединку. А то вдруг опять испугается. Кто её знает, как она себя поведёт. Потому что в прошлый раз тогда поход был в цирк у нас не самый удачный. Больше времени проводили на улице, чем в цирке. Вон тут уже шоссёр поставили. Ну посмотрим, что там такое будет. Вот. Это у нас стадион наш городской. Доброе утро. У нас новый день. Хотела вам показать, кто у нас дома растёт. Эта вот дочка где-то год назад ела мандаринку и просто взяла семечку, воткнула в землю. Другой цветок. Я, честно, думала, что ничего не вырастет. А он вот за год. Посмотрите, какой большой. Тут даже два отросточка. Мы уже пересадили его в отдельный горшок. Вот. Он так очень хорошо растёт. Листики новые постоянно выпускает. Вот. Дети ждут, что будет урожай пить мандарин у нас. Апельсинка, как они его называют. Ну, это мандарин. Но не знаю, не знаю. Пока что растёт. Что будет дальше, посмотрим. Но он так очень даже и радует. Листики каждый раз. Сколько в этом году он ещё более активно, когда пересадили его в горшок, побольше стал расти. Ну, посмотрим, что будет дальше. Буду вам показывать, рассказывать. Если будет у нас урожай мандаринок к новому году, дети будут рады. Я хотела рассказать вам немножко про наш день, как он прошёл. Прошёл не по нашему плану, потому что там с утра Арсений проснулся. Ой, Арсений. Это вот Арсений. А Данила с утра проснулся. Стал немножко плохо себя чувствовал. Поэтому отменили. Это Лера. Мы отменили наши планы, какие мы хотели сегодня. Но ничего страшного ещё впереди у детей я не говорила. Наверное, ремонт в саду сейчас у детей две недели. Вот одна неделя прошла ремонта. Ещё одну неделю они будут дома. У Леры лагерь школьный закончился. Она перед первым классом ходила в лагерь, в школу, чтобы немножко познакомиться со школой, с учителями, с детками, которые будут поступать тоже в первый класс. Так что сейчас закончился и лагерь, и в саду ремонт. Так что они все дома. Ещё неделю будут Арсений с Данилой дома. Так что успеют ещё. Успеем мы свои все планы, места, которые хотели посетить. Все планы мы свои наверстаем. Ничего страшного. Надеюсь, завтра и погода будет хорошая. И Даня самочувствие будет получше. И пойдём туда, куда планировали сходить. Так что погода у нас... По поводу погоды... Она опять как-то погода нелетняя. Тепло вроде бы на улице, но дождь, тучи. Сегодня такой ветер был сильный. Я думала, будет очень сильная гроза. Но нет, но дождик даже буквально там пару капель капнуло. Не было сильного дождя. И тут к вечеру распогодилось. Но мы не выходили сегодня целый день на улицу. Дома провели день, потому что Данила себя чувствовал не очень хорошо. Сейчас к вечеру вроде бы ему становится полегче. Надеюсь, завтра всё будет хорошо с утра. И будем развлекать детей, чтобы дома не сидели, не скучали. Днями мультики, чтобы не смотрели, приставку не гуляли. Так что надеемся на завтрашний день и на погоду, и на улучшение самочувствия. Ну, на сегодня, наверное, я уже буду заканчивать. Пойду Данилу смотреть, лечить, чтобы завтра всё было хорошо. Так что, как бы небольшие-таки я пока что снимаю вам видео. Видео и дальше будет больше. Всё, оставайтесь с нами. Ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь. Всё, всем приятного вечера. Пока.